Десятый юбилейный сезон звёздной серии Дота 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы. SLTV, Beyond the Summit, ImbaTV и LGDTV. Сотни часов трансляций на пяти языках и гранд-финал с участием легенд Дота 2. Покупай билет, следи за матчами звёздной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тинни и компендиум в Тарладдер ТВ. Системой достижений, следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Худ турниров, матч всех звёзд, игровой курьер, специальный лоадскрин от Старладдер ТВ. И новый сет на одного из самых сильных героев Дота 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Дота 2 Старладдер ТВ. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами вновь Няш Харт и Каспер и мы продолжаем смотреть Старсерию, Европейский дивизион. И предпоследняя игра сегодняшнего вечера. Четыре якорька и морской капитан против Тим Эмпайр. Что ты так хихикаешь? Да потому что, блин, я не знал, что у них такое отличное название. А логотип вообще как тебе? Ну, четыре якоря окей. Морской капитан и логотип профессиональный. Очень выглядит. Да, ну, собственно, вот они составы на наших экранах. Вновь Флая нет. Вновь вместо него играет Санейко. Ну и якорьки полным своим составом играют. Да, именно так. И давайте сразу, наверное, турнирную таблицу будем смотреть. Будем смотреть, на что рассчитывают команды. И на что вообще могут повлиять успехи одного или же другого коллектива. Четыре якорька. 7-7. Эмпайра 7-7. Повлиять могут они только на то, кто будет сверху, собственно говоря. Вот и все. То есть, у кого будет 7-8, у кого 8-7. Это уже, в принципе, мало погоды делает. С семью поражениями ни на какие ланы ты уже не поедешь. Вероятность крайне мала, скажем так. Ну и просто, может быть, ребята сейчас пофанятся. Или я уже просто вижу Войда первым пиком. Я понимаю, что... No fun for you today. Ну и сейчас венга также залетела. И такой оборонительный пик от Войда. Сходу. Да, да, да. Вот, кстати, коэффициенты на ваших экранах. 1.48 на Империю и 2.38 с половинкой почти на ребят из Екарьков и Морского Капитана, естественно. Нельзя забывать про Морского Капитана. Ну и давайте, наверное, пикабаны, что ли, посмотрим. Почему тут собрались на мою физиономию глазеть, что ли? Да у нас пикабанов-то там толком нету даже. Поэтому можно и на тебя еще немножечко посмотреть. Ты там сидишь, у тебя нормально заныкался. Мне отлично. Я тут сижу, мне надо напрягаться, не ковыряться в носу, для начнем с этого. Как это вообще возможно? Сидеть смотреть доту, не ковыряться в носу. Я думаю, что это... Слишком трудно. Слишком трудно, да. Мне вообще отлично. Я вообще... Я верю тебе, что тебе вообще отлично. Вот как так можно на студии? Себя я не могу представить на студии, действительно. Это надо постоянно сидеть, действительно как-то... Работать, да? Я просто тоже, когда вот сидел из дому, из общаги, когда комментировал, там, тысячу лет назад, у меня вообще была такая ламповая атмосфера, которая, там, я не знаю, вот ламповость вообще не сравнит, когда у меня еще за спиной сидят три упыря. Там, я не знаю, с кальяном, картами сидят там, еще и меня подзывают периодически. И я сижу дотку, комментирую в часа в три ночи, с криками на полобщежития. Да, было время, было. Сейчас все, студия, сиди теперь на камере. Да, официальность, вот эти камеры, кошмар, понастроили, докатился. Все, переезжай обратно в общагу, комментировать. Сниму себе специально комнату, возьму каких-то трех самых отбитых алкоголиков себе. Чтобы они там сидели, атмосферу создавали. Да, 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 чтобы обязательно мешали. Не, ну те не мешали, те нормально воспринимали. Хотя, нет, наверное, потому что я был старший курс в комнате, да, стопудово. Авторитет он провел. А, авторитет, да. Ладно, у нас тут пока пикабаны продолжаются. Фейслес Войд и Скайрос Мейдж для Team Empire, они, видимо, еще не пережили International. Какая-то моральная травма, может быть, у ребят. Герои все те же. Все вообще, тоже. Все то же самое. Все, наверное. Тоже самые баны те же. И вот сейчас Виспа себе забрали, Empire. Вот так вот, Resolution напикал. Достаточно интересно причем. Потому что, зачем этот Висп? Что будет делать этот Висп? Войд, скорее всего, будет у нас в сложной. И сейчас с Виспом появится какой-нибудь отличный герой. Типа Тини или еще кого-то. Ну, там есть Вайпер. Вот в чем дело. И если Тини будет без даггера, я сочувствую этому Тини. Смотрю, сейчас я, да, что-то имперцы еще попытаются придумать. У, якорьков тоже на самом деле все достаточно хорошо. Есть два стана. Вот, мы говорили про этих саппортов. Венгас и Кинг. Полезный на всех стадиях игры. То есть, да, есть Войт, который кого-то закрывает в куполе. Ты его свапаешь спокойненько. И сам, как бы, жертвуешь собой. Ради тиммейтов. Это настоящий саппорт. Душа саппорта. Как-то так. Поэтому, поэтому все очень хорошо. Сейчас у якорей. А Утим Импайр надо что-то добирать. Якорьки. Якорьки, да. Якорьки. Блин, слушай, я знаю, откуда это якорьки. Точно, точно, я был, когда в детском садике, у меня была группа якорек. Точняк, я вспомнил, почему это слово мне вот так сильно знакомо. Я, когда еще был маленький-маленький, да, у меня точно, у меня была группа якорек. И вот, докуда я докатился. Так что, якорьки, не отчаивайтесь, все у вас впереди. Какие морской капитаны. Картинка очень классная. Вот картинка мне действительно нравится. Мне практически такие же рисовали на стенке ВКонтакте. Похожие. Фишер, да, нарисуйте, пацаны, мне, пожалуйста, логотипчик новый там для паблика моего, да, и тебе там пошли. Мастера пейнта. Кстати, мне бы тоже уже не помешало освежить. Не знаю, может, конкурс какой-то устроить. Хотя нормальные рисователи, они обычно либо слишком дорого, либо вообще бесплатно. То есть, варианта два. Ты сейчас так мягко намекнул. Да, да, да. Я маркетолог, левел 90. Все нормально, все на уровне. Покупайте сет на Никса. Вот, забыл сказать. Ну и что ж, гирокоптер все-таки у нас будет с виспом, да, войд будет в сложный. Висп, гирокоптер будет, я это уже видел на самом деле, не один раз, причем не лучший вариант. Кстати, кстати, а можно стату по виспу и гирокоптеру сейчас посмотреть? Мне через пару секунд покажут, надеюсь. Я просто не понимаю, почему вот так сильно любят именно эту связку. Вот, например, 43 раза их брали целых вдвоем и 46,5% винрейта. Меньше половины. Это мало. Хотя вроде якобы дабла абуза такого. Типа абуза. Я не понимаю, в чем абуз. Гирокоптер, что так, что так, успевает выстрелить свои залпы с флэка. Да, возможно, не так быстро, но там скорость не так уж и сильно вырастает. Особенно, если гирокоптер уже там, речь идет про 6 слотов, у него там и так, и так, и так спит нормальный. Вживучесть, ну, дазла возьмите. Герой тоже неплохой, в принципе, для живучести. Ну, возможно, типа еще там мобильность и все такое. Это да, это окей. Но в плане дэмэджа дазла, наверное, покруче будет за счет того, что ульта у дазла будет хорошо подходить под гирокоптера. Как на врага повесить будет очень классно. А также и на себя кинуть тоже плотности добавят просто немерено. То есть, поэтому я реально не понимаю, почему вот именно висп гирокоптер. Вот. Хоть убей. Ну, висп гирокоптер, естественно, там северчарджа очень все сильно у него увеличивается. Но здесь есть Doom, здесь есть Viper. Да вас уже законбрили, по сути. Ну, как бы да, в принципе. Тут сложно не согласиться. Нет, конечно, это все очень круто. Сфера, кулдаун туда, Скороид Мейдж, также Мистик Флэр свой даст. Это все очень. Но если что-то пойдет не так, то что делать? Просто если что-то пойдет не так, знаешь, это как в стиме ошибка. Нет, что-то пошло не так. Вот-вот. И тут тоже может что-то пойти. Тут, например, прыгает Войт с таймвока, и на него венга там сразу там свапает. Он там где-то появился, непонятно где, сразу же паника, кипиш, у него кидает Viper свою ульту. Там Doom прыгает на гирокоптер, а пш-пш-пш-пш-пш. Все, минус все. Посмотрим, посмотрим, действительно, что будут делать. Но однозначно, кто будет первый нападать, тот будет здесь выигрывать. Ну вот посмотрим. Ага, Морф. Морф. Хорошо. Окей. То есть решили все-таки перестраховаться. Сейчас четыре якоря. Ну на самом деле, не знаю, зачем Морфлинг. Третий фармящий персонаж уже никуда здесь не влезет. Во-первых, Сент Кинг фармит лес, как бы, да, постоянно. Doom также нуждается в каких-то артефактах. Viper тоже нужны артефакты. Еще и Морфлинг, который просто оверфармить должен. Не совсем я понимаю, зачем этот Морфлинг. Достаточно уже и так героев. Не, ну Doom-то просто он сам по себе фармит неплохо. Viper, ну, мид-вайпер и мид-вайпер. То есть я просто говорю к тому, что нету суппортов, которым нужен сильный фарм. Сент Кинг тоже может сам о себе позаботиться. То есть у ребят пик с одной стороны жадноват, а с другой стороны, если вдруг им начнут бить физиономии, они огрызнуться тоже смогут. Причем бить физиономии там по большому счету тоже не так много героев могут. Вот, Legion Commander у нас еще, кстати, появляется ласт пиком. Вот так вот. Я надеюсь, что все-таки вис под ЛК. Резолюшн в мид-лейне будет на Legion Commander. Ну, это уже на что-то похоже. Причем, опять же, почему не дазл? Ну, блин. Мне сейчас очень нравится этот Legion Commander здесь. Да, круто-круто завершает. Ну, у нас просто был сегодня ЛК, который чуть не, ну, решил катку. Он, в принципе, решал катку до тех пор. Не, он ее решил, когда собрал Monkey King Bar. Но, тем не менее, до этого момента Commander там был очень крут. И там урона у него под 200 было украдено в конце игры. Так что, действительно, было очень-очень неплохо. Ладно, друзья, начинается у нас последняя, ой, последняя предпоследняя игра сегодняшнего дня. Я уже выдаю желаемое за действительное. Ну, и 4 якорька и Морской Капитан против Team Empire. Поехали. Посмотрим, кто-то нас знаком. Маг в оффлейне на Войде. Соло и Санейка, естественно, будут два суппортера у нас на SkyMagic vsp. Соответственно, Resolution в миде на Legion Commander. И фармить у нас отправляется Silent. И, естественно, Паукан. Слушай, мне кажется, вот можно его так оставить. Я камеру просто на Паукана настроил сейчас. Так классно. И все. Оставить на стриме круглосуточно. Интересно, сколько людей будет собираться и смотреть на него? Не знаю. Не вздумайте отжимать паузу упыри. Я знаю, тут сейчас... Идси очень крутой курьер. Очень крутой. Он реально такой милашный. Мне вот прям таких надо. Он прям под ник заезжает. Ну, это тоже в маркетинге, если что. Он же такой милашный. Куда ты его повернул? Отставь Паука в покое. Тут он его трогает. Все. Вот это будет норм. Еще вот так вот. До выхода крипов можно смотреть? Да, конечно. Да, я думаю, можно до падения трона посмотреть. Ничего особо интересного, может, и не пропустим. Так, ладно. Команда 4 якорька. Джоракс у нас играет на Санкинге. Валикс на Вайпере. Буги. Венжи Фулл Спирит. Трикси на Думе. И Матумба Мэн играет на Морфе. Тут, кстати, у нас первая уже стычка. И никого здесь не поймали. Я вообще слабо представляю, как, кого и чем собирались ловить Тим Эмпайр своими пятью пацанами. Потому что у них на пятерых ровно ноль цепляющих спылов. Ну, конкассив шот. Ну, да, и то, это как бы не особо-то и стан, да, конечно, реймш у него большой. Но если где-то вот здесь вот кого-нибудь найти, вот быстренько прибежать туда, там гирокоптер может хорошо разобраться через Рокет Бэрэдж. Ну, в теории, да. В теории, да. В теории, да. Я не могу с этим проспорить, потому что в теории это, конечно же, возможно. Так, маг у нас завардил на топе. Внизу у нас тут завардили уже. Нет, внизу у нас еще не завардили. А где второй вард, кстати? Второй вард, вот он у Скаймага. Скаймаг его еще не успел нигде поставить. Так, что у нас у оффлейнера? Оффлейнер у нас тут поставил вот такой вот обсервер. Пока он не оффлейнер. Или это оффлейнер? Да, это Сенткинг в оффлейне. Слушай. Интересно. Ну, да, мы это уже видели. Ставили суппорта изначально на оффлейн, пока Doom там не скушает крипочка. Что-то не получит там второй, третий уровень или что-то в этом духе. Бывало и похуже. Но вот сейчас Doom выходит. Опа! Что случилось в наших лесах? Ну, а у него есть кентавр. Так что более-менее. Да, Станчик он украл. Пойдет. Джеракс пока... Стапка. Джеракс пока у нас должен, наверное, хотел сказать, хотеть делать многоспауны. Многоспауны, но тут теперь в оффлейне все не так просто. Многоспауны для того, чтобы делать, нужно реально оббегать аж вот так вот. И на это много времени очень уходит. Но при желании можно. Если ты просто бесполезный кусок, можно и таким позаниматься. Если тебя все равно будут убивать и ты испытываешь, типа не получаешь. Так, Матумба Мэн привычную позицию мидера променял на роль фармилы. Продался за голду. Ну и, в принципе, кстати, у мага это все здесь в порядке. Маг и опыт здесь получает. Это часто крипосов очень много. Подфармит что-то. Вообще отлично. Да, вот причем Матумба Мэн почему-то решил убить мага, а не крипов. Вот сейчас наконец-то он тут переключился. Но маг забрал всех кроме одного. И вот этого, и вот этого. Почти, почти. Ну, по-другому там и нельзя было, в принципе, наверное. Ну вот, пять крипов у воидов сложный на второй минуте. Да, ну а в миде у нас дабла. Да, соло резолюшн против вайпера. И вайпер что? Правильно. Вертел их на своем яде, наверное. Хотя, ну сейчас третий уровень. Да, появляется у него поезон атак. Чуть-чуть начинает он подбивать реза. Рома пока тут особо не сопротивляется. Но вот видим, вайпер только увидел. Чувствует. Да, вайпер только увидел, что ушел солоич на нижнюю руну. Он сразу же активизировался. Резолюшн тоже, конечно, сейчас законтролил руну. Но, в любом случае, потратил немножечко времени. Хотя, опять-таки, она есть. Здоровье есть. Все более-менее. Но это милишный персонаж. Там стоит вайпер. Мы знаем, что делает вайпер с милишными персонажами. Соло просто ест его опыт. Тем самым пытается как-то, не знаю, обезопасить, что ли. Так, и сейчас пойдет к Думу. Вот так вот. А у Дума что? А у Дума, кстати, мало здоровья. Но крипы его бьют не сильные. Поэтому сильно пробить Думу тут все равно не получится. Хотя, земля... Ну, землю быстренько Трикси включил. И должен отсюда уходить, на самом деле. Хотя, голубь, еще один голубь. Ой, голуби полетели. И 98 кп, 105. И остается 20-ка. 20-ка здоровья осталось. А и Трикси, куда же ты пошел? Почему не просто прямо? А там просто Войд шел с пленком. Ну, блин, окей. Так, где был Войд и где был Дум? Ну, ладно. Возможно, решил выбрать меньше из двух Зол. Отдавать бабки не Войду, а Скаймагу, например. Буги тут, кстати, тоже сейчас приплывет. Ну, да, встрял. Вот еще есть на одних голубей. Вот одна и... Вижен. Давай. Вижен. Влетели. Все, плетели. Должно умирать. Летели. Да, да. Умирает. Войд получает уже четвертый уровень. Соло получает два фрага. И внизу у нас еще умирает Сент-Кинг. 3-0 в пользу Team Empire на четвертой минуте. Соло через плюсики качается. Очень странно. Саппорт с плюсиком. Что? Ну, саппорт с плюсиком. Как бы у него на втором уровне был Аркейн Бол. Я надеюсь, что это мисклик. Очень надеюсь, что это мисклик. Потому что смысл качать плюсики, тем более на Скаймаге, отсутствует. То есть его не то чтобы мало, он в принципе отсутствует, этот смысл. Любой, даже какой-то сверхтайный, сакральный смысл, он отсутствует. Ну, вот чем объяснить? Ладно, это мисклик. Скажем так. Ну, хотя он с этим плюсиком убил Дума. Так вот даже. Ну, хорошо, поздравляем его с этим плюсиком. Но тут урон побольше, кулдаун поменьше на Голубях, например. Но он все равно, в любом случае, не качнул бы Голубя. Потому что это было на втором уровне, он качнул плюсик. А это уже его проблема. То, что у него на втором левеле есть плюсики. И нет там Конкассив Шота или Аркейн Болта. Так, сейчас, возможно, Соло здесь примут. Соло должен здесь погибать. Да, Соло сильно занаглел. Конечно, пытается как-то там накидать Валексу, но очень много урона от Ленге. И Валекс там сейчас и Соло еще накидал, и Резолюшн мог накидать, в теории. Все-таки этот рейнджовый Вайпер с диким замедлением. Правда, шестого левела пока нет у Вайпера. Ну, и у Легенд Коммандера, конечно же, шестого уровня еще нет. Так, наплевывает, наплевывает Валекс. Не добил двух крипов. Так, Асан Кинг пока что в оффлейне получает пятый уровень. Что-то мы у Войдом. У Войда тоже сейчас будет пятый уровень. У Войда 17 крипов добито. 18 крипов добито. И у Войда все не так уж и плохо. У Сункинга похуже в плане фарма. Войд тут нормально сейчас себе уровов Веном еще купил. Кого он бьет с этим уровов Веномом, я не знаю. Но купил и купил. Хорошо. Уилл. Сек. Да, это сек. Так, ну что ж, пауза от Империи. Что в миде у Резолюшна? У Резолюшна есть фейзы, опузит Боттл. Как только можно и руны, и Боттл опузит. Все. Ну, в любом случае, убить здесь ему, наверное, для кого-то получится с самого начала. Мне нравится больше всего брутальность мага, который общается с европейцами на русском языке. Типа, сек гайз, причем. На русском. Ладно, ладно. Ну, и вот эти темы, типа, минутку, дверь. Это нормальное. Что-то долговато. Он там двери закрывает? Или открывает. Может, к нему ОМОН приехал? Может быть. Все, вроде прогнул ОМОН, да. Все нормально. Изолюшн. 28 крипов, кстати, все получше, чем у Алекса в том плане. Третьи стрелы и есть чем убивать, действительно, криповый софт. Можно не стесняться особо. Не, ну что, он бутылочку обузит, поэтому харас вайпера как-то сходит на нет. А дэмэджа у него побольше, конечно, чем у вайпера. У вайпера сколько получается? 66, а здесь уже там сотня почти. Сайлент очень сильно занаглел. Должен сейчас его подкапывать. У нас Сен Кинг, также продули здесь его. Станчик дал. Дальше что? Ну, кстати, кстати, там Рокет Берридж, поэтому Джераксы не подходят. И Сайлент вот так вот из-под атаки двух героев сумел выбраться. И висп такой сразу подтягивается. Бро, я был здесь, все было под контролем. Все нормально, все нормально, ты не умирал. Все нормально, я все рассчитал, я там Крепочков подпулил. Вышечка, кстати, практически нас отъезжает здесь. Хоть чуть-чуть. Так, ну что у нас тут? У нас тут Соло и Санейка заходят в мидл. Очередная попытка загонять вайпера. Ну, Валик должен умирать. Да, еще и дуэлька сейчас какая-то здесь. Вот она, дуэлька. Забрали Валикса и Буги. Тут тоже. Эй, эй, шашки на голо. Ну и Resolution забирает двух пацанов. Правда, один фраг посчитала виспу, но ничего страшного. Дуэльку все равно Реза выиграл. И седьмой уровень он уже почти получил. Неплохое начало для Империи. 5-1. И в принципе у них такие персонажи, которые должны начинать очень сильно. Просто потом будет поздно. Да, ну вроде как у Легион Командера все норм. Правда, еще рано об этом говорить. Как-то определенно. Ну, все пойдет. Тысяча золота есть сверху. У мага есть шестой уровень. Есть херна сфера. Маг там что-то тебя подфармил. Это ПТ. Нет, это не ПТ. Это только перчатка. Маг, ты хочешь сделать Мидас? Да, и Мидас тут будет не самым плохим решением, как по мне. Потому что начало нормальное. Вы не проигрываете. То есть в рельефном случае есть. Проигрывная проблема сейчас у Курьеры. Да, его тут забирают. В Курьере. Ну, там один вард лежал. В принципе, ничего страшного. Больше обидно за то, что просто Курьер погиб. Так, прыгнули там на Салента. Не докопался немножко Джеракс. Салент еще тут и... Пришел колдаун потратить. Но Буги вышку заденаял. Не побоялся. Так, что тут с вардами? Вард пока стоит здесь на рунке. Все нормально. Видит Виспа и Солыча на Скаймаге. Ну и вроде все пока более-менее спокойно. Империя продолжает вести по счету. 5-1. Выходит Морф на мага. Маг, конечно, плотный такой товарищ. 7 брони и Пурманшилд еще. Так что сложно его здесь пробивать. Ну и Морф дособирал себе наконец Пауэр Трэдс. Есть Аквилка. Тоже статов уже у Морфинга порядочных. Какой здесь Уберфарм в лесу, ребят? Где же он? Кто? Когда? А, вот это? Да. Просто очень много. Сейчас и опыта, и идеи. И не по Сайленту. Сейчас поглядим, кстати, что у нас там по Нетворсам. По Нетворсам действительно 4,5 тысячи стоимость Сайлента. Естественно, сейчас будет увеличиваться. И 4,300 у Легион Коммандер. В то время как здесь. Есть Яша. Есть Яша уже у Гирокоптера. Вот так вот. Восьмая минута. Аквилла. Не, ну зато нету там никаких барабанов. То есть это такой максимально подготовленный к бою Гирокоптер. Причем к раннему бою. Ну, скорее всего, наоборот. Наоборот, немножечко то, что Сайлент будет сейчас фармить, фармить и фармить. Потому что барабаны, когда собирают, обычно уже начинают там драться, как-то готовиться к всему. А сейчас пока что Яшка, потом БКБ залетит. И не думаю, что сейчас Сайлент начнет у нас как-то драться. Я думаю, как раз эту Яшу он будет фармить, наоборот. Не, ну тут понятное дело, что две стороны медали. Что можно и так, и так ее использовать. Эту самую Яшу, сабельку. Так, и даггер появляется у Легион Коммандер. Хорошо, даггер есть. Одна выигранная дуэлька есть, но одной мало. Нужно больше. Где найти жертву? Жертва есть вот Джиракс, например. Мага сейчас на топе, что будут пытаться убивать. Но через одну Вингу не убить его, естественно. Так что не знаю, на что там хочет рассчитывать команда. Из четырех якорьков. Какие стаки сейчас тут делают себе? Да понятно. Имперцы, они просто по максимуму выфармливают. А они делают вот этим много рипл спаун. Смотри. Три стака сделали? Три стака. Даже коллтаун не зажал здесь сайлент. Потому что понимает, чем больше демэдж он сейчас выдаст, тем меньше времени потратится для добивания вот этих вот крипочков. Летание между этими спаунами. Да, нормально, нормально. Причем сам он на линии особо не появляется. То есть ничем не рискует. Искать его там сложновато. И смотрим на графики. На графиках у нас четыре тысячи в пользу Team Empire. Это учитывая то, что вышку они забрали пока только одну. Это вышка на ботаме. Так, тут нас резолюшу, нашел Фрикси. И минус от команды Empire. Очередной минус. И уже вторая выигранная дуэль. 6-1. Да-да-да. Так, будут проигрывать в хроносферах. Хорошо. Валикс начинает у нас очень сильно страдать. У Соло нету, конечно, за мистик флэйра. И как-то отходит сейчас. Ну, тут просто уже четверо. И было опасно. Войт, конечно, борзый товарищ. Но он таймлок потратил. Уже хроносферу потратил. И потратить в следующем могут уже его. Так как обилок у него никаких не будет в наличии. А Вайпер там действительно оказался плотнее, чем рассчитывали имперцы. Хотя, что значит, чем рассчитывали? Там у Скаймага ульты не было. Вот только-только он сейчас получит шестой уровень. А без ульты, ну что, там один Войт бил этого Вайпера несчастного. У Войта там демеджа нет почти никакого. Так, ну и что ж, от Икорей сейчас смог какой-то. Ну и что, найдут хорошо здесь Сайлент. Сайлент и дальше. Боюсь. Найдут сейчас только ребята себе смерть. Хотя, смотри, нормально, начинают трусить. И это минус Сайлент. Да, да, да. Санейка не смог помочь здесь своему керри-герою. И Резолюшн. Ах, промахивается копьями, но есть Даггер. Нет-нет, Даггер, он только что с Даггера прыгал. Долетела сейчас последняя такая плюшечка обидная. Там через 2 секунды будет дуэль. Ну там и так сейчас, вот будет дуэль, да. Ну в смысле, что Даггер был через 2 секунды. Так что и так бы догнали эту Вингу. Дабл-кил от Санейка. Третья выигранная дуэлька для Резолюшна. И начинает, начинает. Теперь уже действительно Легион Командер потихонечку убивать людей. Потому что тридцатка на такой минуте, это уже немало. Это уже достаточно порядочно. Особенно если вот есть замакшенный пресс за атаку. Так, прыгнули сейчас у нас на Валикса. Под хостой здесь начинает как-то нарезать. По нему Резолюшн. Конкастив шот, Мистик Флэйр. И еще один фракт сейчас. На Резолюшн у нас походу решил вообще через Армлет собираться. У него шлем Железной Воли появился. И 11 уровень. Не плохой вариант. Ну вообще Армлет нормальная штуковина. Хотя все равно его популярность очень сильно упала. Когда ввели эту фигню с нарастающим приростом силы. Да, обузить намного труднее стало. Да, ты уже им не поиграешься. Причем вообще никак не получается поиграться. Любой периодический урон и ты мертвый. То есть, причем вообще любой, какой угодно. А вот, не знаю, то ли скорость ему немножко повысить. Вот этого набора силы, чтобы он опять хоть как-то начал входить в моду. Раньше Армлет был чуть ли не мастхэв артефакт. Ну, собирали практически все, действительно. И всякие Хаус Найты. А на Лондруиды, когда он был вообще просто первый айтем. Ну, с Лондруидом там понятно, да. Когда у него хпшечка не отнималась. Но на Хаус Найты это по-прежнему мастхэв артефакт. Все-таки иллюзии становятся в разы сильнее. Да, Резолюшн все-таки решил Рамлет пособирать. У него тут шлем летает в Курьере. Еще и Когти он притарил. Сейчас нашли Резолюшна. Так, дуэлиться не надо. Он понял это. И минус Валикс, минус Матумба Мэн, наверное. Или нет, Матумба Мэн успевает перекачаться. Там Голубей Солныч еще закидывает. А тут Сайлент, он просто пошел. Наваливает, наваливает. Тут еще и Мак, еще и Башек срабатывает. И Трикси также погибает. Трипл килл от Сайлента. А найдут Морфа? Нет, Морф должен спокойно отсюда уйти. Без всяких проблем. И не мансовать, ничего. Хотя пытается убить, наверное, Соло. Соло очень там хорошеный. Но у Соло есть банка. Соло отпивается сейчас баночкой. Да, Солыч выжил. Матумба Мэн пока не возвращается на базу. Хотя не помешало бы. У него очень многое перекачано. Да, и вот он пытается уйти на базу. У него получилось. Репликейт оставляет здесь для того, чтобы сейчас на него уже стелепортироваться. И Дум покупает Мидас. Но вот тут, в такой ситуации, когда вас так сильно избивают, Мидас может не сработать. Может быть, нужны какие-то барабаны были? Чтоб чуть больше статов было, чтобы чуть лучше выбивать можно было. Но у Вайпера есть Мека. Практически Мека. Кстати, зацепили у нас сейчас с Морфлинга. Но Морфлинг уплывет через 2 секунды, поэтому проблем особых нету. В любом случае, 13-4 и Империя в разы сильнее, чем Икоречки. Да, и преимущество у них продолжает увеличиваться. Уже за отметку в 5 тысяч давно перевалило. И не будем забывать, что там Войт, что там Гирокоптер. Ребята в лейте чрезвычайно сильные. Ну, естественно, Легион Коммандер, который early и mid-game может вытащить очень качественно. Маг прыгнул быстренько. Сенкинг оттуда улетел. Из запасной зоны. И, в принципе, все. Хотя вот у Мага уже есть. На ток, на Матумбомена напали. И не получается его пока убить. Хотя погиб. Погиб все-таки. Сенкинг вошел. Ух, как хорошо он тут вошел. И начинает натрушивать. Санейка должен, наверное, убивать. И он успевает улететь висп. И Сайлент тоже жив. И прыгает Легион Коммандер. И... И... Нет. И все. И закончилась драка. Хотя тут подходит уже Соло вместе с Санейка. Пытается улететь Трикси. Так, улетает Трикси. Трикси улетит отсюда. А вот... Да ладно, виспами. Виспами просто добивают здесь, да. Дуэльки у Резолюшна пока нет. Не получается у него выиграть еще одну дуэльку никак. Да, просто так с руки здесь всех убивают. Разнос. Просто разнос. Это 4 в 0. Конвейер гейминг в исполнении 4-х текарьков и морского капитана. Ну вот он. Fight Recap. И понимаем, что когда на такой стадии 2000 в драке разницы по голде. И 3000 опыта зарабатывают. Это плохая примета. Примета очень плохая. Действительно, старая, прям народная. Да, ну вот. Просто вот сейчас будет бегать Легион Командер, у которой и так сейчас 140 урона, плюс-минус. И армлет будет. То есть будет просто 2 соточки дэмэджа. Убить ее будет очень сложно, пока она в дуэльке будет. И минус 3-х текарьков. Очередная победа. 44 дэмэджа. Да, 44 на самом деле не столь много. Видели мы и соточку на 20-й минуте. Ну тут еще не 20-я минута, тут до 20-й минуты еще можно успеть. Я не знаю. Ну да, 3 дуэли, если выиграть. О, будет нормально. Ну все равно, опять же, кажется мелочь. 44 урона. Но 44 урона это... Вот давайте поглядим на артефакты. Митрилхаммер 24 добавляет. Ну то есть вы можете купить там 2... Ну ладно, 2 джевелина не подходит. 2 клейморки, да? 42 дэмэджа. А это 2 800 денег. И это еще и постоянно. Ульта действительно неплохая. Даже не только тем, что она дэмэдж дает. То, что это точечный дизейбл, который дает время вашей команды. Так, на Трикси опять влетели. И вот в соло уже начинает у нас отъезжать Трикси. Здесь еще и Мистик Флэйр, и Саленс. Ой-ей. Ну вот, 58. Слушай, а до 20 минуты еще долго. Все нормально. Все идет по плану. Да, и у Войда там уже Мом. И Войд начинает Майл Штром, насколько я понимаю, собирать. Хотя, возможно, и БКБ. БКБ тут тоже лишним не будет. Но все равно Венгар там свапнет. Так, ну и пофиг, что свапнет. Санкинги копать всякие разные не будут. Марфы шваркать не будут. Ну вот тут Резолюшн. Да, 250 урона с армлетом включенным. И улетает вниз тут Вайпер. Такой звук характерный. Так. Ну что ж, вообще, что у нас в панетворстве? 11 700 у Салента. Есть Саша Яша, есть БКБ. Ты общую разницу посмотри, и там все станет понятно. Ну, в принципе, да. 13 тысяч на 18 минуте. Неплохо. А вот тут еще один фраг. Мага Вайпер, конечно, неплохо здесь продамажил. Продамажил, но не смертельно. Где-то мы ЛК. ЛК тут подтягивается. Говорит, пацаны... На развороте. Да, да, да. Погнали, погнали. Я пришел, все, поехали. Поделимся. Но против троих, конечно, не стоит лезть. Хотя, если напасть на Венгу, то, возможно, и стоит. Вот. Улетел отсюда ЛК. И прилетает Сайлент. Матумба Мэна, ловят. Он с Вейформ уходит. Легион Командер. Три, два, один. Прыжок? Нет? Не хочет? Нет. Ну, ладно. Так, Сынкин, тем временем, внизу на... На даггер. Есть даггер, практически в Сынкин. Да, вот он. Сейчас даггер. Даггер себе дофармил. Как качественно с песочком ворвался. Ну, купи ты себе даггер. Броу! Броу, ты не купил даггер! Вот, он, кажется, понял, что не купил даггер. А, он хотел телепорт даггер. Ну, чувак, мне кажется, у тебя немного завышенные запросы. Вот, за тобой уже выехали, дружище. Ого, куда ты копнулся-то? Да, за тобой такой Легион Командер выбежит, ты не туда копнешься. И на Винге копаться будешь. То есть там вариантов немного. Опять дверь. Что у них там происходит? Может, у них кто-то швейцаром подрабатывает на полставке во время игры в доту? Ну, типа, в чем проблема? Дважды за одну игру. Я уже вообще не понимаю, когда в последний раз у нас такие паузы возникали. Так, в 2-3 сунгах у гирокоптера. А что, ему вообще нечего бояться? Ему, он просто не боится никого абсолютно. Нет, конечно, в пятером, да, его убьют, это понятное дело. Потому что, я уже говорил, эти пословицы и морали в басне. Да, ну и вот он гирокоптер. Он что-то вот как-то хочет подраться с вайпером, но, видимо, понимает, что у него нечем драться толком. А, вот он пошел подрался внизу. Очень хорошая комбо-бомба, на самом деле. Потому что дуэль, прилетает туда два парня, всех начинают убивать. Хорошо, на мага сейчас повесили дум, дальше что? И Трикси просто бежать на развороте. Бежать быстрее. Там сейчас, да, нападает на Сайлента, но Сайлент прожимает БКБ. Джеракс в результате не допрыгивает. Сайлент продолжает расстреливать. Мекку прожали. Сайлент, Сайлент. Смотри, смотри, что вообще вытворяет. Прыжок еще от мага. И хроносферка, какая хорошая хроносферка-то. Эть, отошел. Просто, просто развел. И последний голубь. Голубь. А туда еще там резолюшн уже развлекается. Это еще тот голубь. И на хайграунд. Не заходят. Очень хорошо сыграл резолюшн. Потому что сбил даггер с Эн Кингу. Он уже расхвестовался и пришлось ему просто бегать. Бегаем. Вот так вот. За 21 минуту быстренько в Empire разобрались. Очень простая каточка получилась для Team Empire. И впереди у нас нереально важный матч. Впереди у нас матч, который определит, остаются ли у Virtus.pro, как мы уже говорили ранее, нормальные шансы на выход на ланы или хреновенькие шансы на выход на ланы. Тинкерам, в принципе, без разницы. Тинкерам, да, пофиг. Абсолютно пофиг. Вот пофигове не придумать, наверное. Они уже сто пудов едут нам сюда. И я не знаю, как они будут относиться к этому матчу. То есть серьезно, несерьезно, на победку или просто пофаниться. В любом случае, друзья, эта игра у нас выдалась весьма примечательная. Вот как раз статистика сейчас по киллам. Там Висп 7 фрагов, Резолюшн 7 фрагов. Ну, Висп, понятно, он постоянно под вот эти дуэльки залетал. И вот у Резолюшна как раз и есть там 8 ассистов. Это как раз 7 фрагов Виспа, наверное, в этих 8 ассистах. И дэмэдж, дэмэдж, дэмэдж. Да, дэмэдж имперции первые. Причем даже Висп. У него 6500 урона выданного. По графику. И сравнение. Тут даже идет керри Морфа 0.2 и соло Мит Резолюшна 7.1.8. Ну, Морф, да, Морф. 392 ГПМа. Это даже для просто фармилы не слишком много. В любом случае, друзья, выдалась интересная катка. И имперцы в результате закончили этот турнирчик чуть выше, чем якорьки. Ну, и мы с вами будем прощаться ненадолго. У нас впереди, как я уже говорил, Тим Тинкер против Virtus.pro. Далеко не подвигайтесь. Минуток на 5. Минуток на 5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает курс-плат? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Старладдер ТВ представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Дота 2. Лучшие команды со всех континентов. Самые популярные студии и комментаторы. SLTV, Beyond the Summit, ImbaTV и LGDTV. Сотни часов трансляций на пяти языках и гранд-финал с участием легенд Дота 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тине и компендиум Старладдер ТВ с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Куд турниров. Матч всех звезд. Игровой курьер. Специальный лоадскрин от Старладдер ТВ. И новый сет на одного из самых сильных героев Дота 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Дота 2 Старладдер ТВ.